всем привет за всю историю селекции золотых рыбок были получены удивительные по внешнему виду формы которые никогда бы не смогли существовать в природных условиях но украшают аквариумы многих любителей об условиях содержания пучеглазой породы телескопе которую еще называют драконий глаз вы узнаете из этого видео телескоп короткотелая селекционная форма золотой рыбки отличительной особенностью которой являются огромные выпуклые глаза по бокам головы они могут отличаться формой одни округлые а у некоторых похоже на конус что и придает им сходство с биноклем или телескопом но несмотря на размер глаз видят они достаточно плохо к тому же рыбки часто повреждают их поэтому необходимо тщательно подходить к подбору соседей и декораций в аквариуме уход и содержание телескоп относится к неприхотливым рыбам но его содержание имеет определенную специфику учитывая большой размер рыб и их способность быстро загрязнять аквариум минимальный объем должен составлять 60 80 литров на пару рыб популярные круглые аквариумы для содержания подобных рыб совершенно не подходит грунт лучше всего использовать крупный так как рыбки любят копаться на дне и случайно могут проглотить небольшие камешки при подборе декораций необходимо следить чтобы у них не было острых граней а которые рыбки могут повредить свои нежные глаза обычно используются искусственные растения коряги крупные камни желательно оставить побольше места для плавания освещение может быть ярким необходимо обратить пристальное внимание на качественную фильтрацию и аэрацию при этом желательно не создавать сильное течение ведь телескопы неважные пловцы еженедельная подмена третье объема воды в аквариуме обязательно способны жить в декоративных прудах параметры воды особой роли не играют но можно ориентироваться на следующие значения кислотность 6 8 жесткость до 20 живые растения малосовместимость телескопами они любители обрывать нежные листья и подкапывать корни при желании можно посадить анубиосы криптокорины немфеи только необходимо оградить корневую систему от подкопов рыбок совместимость содержать телескопов лучше всего в видовом аквариуме или с другими разновидностями золотых рыбок причем отдать предпочтение лучше всего короткотелым породам дело в том что телескопы обладают очень плохим зрением это не позволяет им быстро находить пищу при содержании с активными сородичами они проиграют в конкурентной борьбе и останутся голодными кормление в еде телескопы неприхотливы прекрасно поедают любые виды кормов подходящего размера кормить телескопов необходимо несколько раз в день такой порции корма которая будет полностью съедена за две-три минуты раз в неделю рекомендуется устраивать разгрузочный день размножение половая зрелостью телескопов наступает в возрасте одного года половой деморфизм не выражен отличить самку от самца возможно только перед нерестом у самки округляется брюшко от икры а у самца на жаберных крышках и голове появляются белые бугорки для нереста понадобится аквариум объемом от 100 литров на дно укладывают решетку а сверху пучок мелколиственных растений необходимо организовать легкую фильтрацию и аэрацию в емкость высаживают одну самку и двух самцов стимулом к нересту служит повышение температуры и крупная подмена воды плодовитость самки зависит от возраста и состояния рыбки и может составлять от двух до десяти тысяч икринок личинки появляются из икры на вторые сутки и до пятого дня висят между растениями пока не заканчивается желточный мешок после чего начинают самостоятельное плавание молот не имеет характерных выпученных глаз они начинают проявляться только полугоду с момента рождения всем спасибо за просмотр а и 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